Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Добрый день, меня интересует микроскоп с максимально большим рабочим расстоянием, у Вас есть такие? Это пожалуй один из наиболее часто задаваемых вопросов нашим специалистам. В этом случае мы, как правило, рекомендуем обратить внимание на микроскоп Delta Optical Discovery L, его рабочее расстояние 250 мм. Я думаю Вы уже догадались, о каком оптическом приборе пойдет речь далее. Микроскоп поставляется в огромной коробке, фактический вес 6 кг. Открыв коробку, мы видим внутри сам оптический прибор в частично разобранном виде и дополнительные аксессуары. Комплект поставки не богат. Резиновые наглазники на окуляры, пылезащитный чехол, предохранитель для осветительного модуля и ключ для регулировки силы натяжения механизма фокусировки. Прилагается инструкция по эксплуатации. Давайте достанем микроскоп и приступим к его сборке. Перед собой мы видим массивное основание, в котором установлена металлическая штанга и осветитель гусиная шея. Длина штанги 280 мм. Диаметр 18 мм. Длина шеи осветителя 440 мм. Осветитель подобного класса позволит вам осветить ваше рабочее пространство максимально комфортно и под наиболее удобным углом. Он не будет мешать вашим рукам с инструментами. Осветительный элемент светодиод. Регулировки яркости нет. С тыльной стороны основания мы видим разъем для сетевого кабеля, отсек с предохранителем и кнопку включения питания. Вес основания 4 кг. На установленную в основании штангу крепится металлическое плечо, механизм фокусировки и бинокулярная головка. Плечо состоит из двух частей, соединенных болтом. Ослабив фиксирующую гайку, вы можете регулировать угол наклона бинокулярной головки в диапазоне от 0 до 90 градусов. Длина плеча 190 мм. Есть возможность поворота на 360 градусов. При повороте на угол до 90 градусов, микроскоп теряет устойчивость и может перевернуться. Прежде чем ослабить фиксирующий механизм плеча для поворота бинокуляра, проверьте стопорное кольцо. Если оно будет ослаблено, то штанга и бинокуляр резко соскользнут вниз по станине микроскопа. Обратите внимание, пользуясь микроскопом, вы работаете на собственной поверхности, а не на предметном столике. Это очень удобно, вас ничего не ограничивает и вы можете поместить под объективы довольно крупные предметы, платы, минералы и многое другое. Механизм настройки резкости оптического прибора очень простой, присутствует только грубая фокусировка. Элементы механизма выполнены из металла. Ручка фокусировки имеет возможность регулировки силы натяжения. На левой рукояти присутствуют три отверстия для специального ключа, идущего в комплекте. С его помощью вы можете либо затянуть, или наоборот ослабить макровинт. Бинокуляр классический. Угол наклона 30 градусов. Посадочный диаметр окуляров 30,5 мм. Есть возможность регулировки межзрачкового расстояния в диапазоне от 55 до 75 мм. Окуляры фиксируются стопорными винтами. Предусмотрена коррекция диоптрия. В комплекте имеются мягкие резиновые наглазники. Без них проводить наблюдение очень некомфортно. Корпус окуляров металлический. Оптическая схема Кельнера увеличение 20 крат. На поверхности линз нанесены качественные просветляющие покрытия. Есть коррекция хроматических и сферических аберраций. Объектив парный, увеличение 0,5 крат. Собран по схеме Гренна. Благодаря такой конструкции, правый и левый глаз видят немного разную картинку. В результате итоговое изображение ощущается объемным. На линзы нанесены просветление, есть коррекция аберраций. Кроме этого объектив Гренна имеет улучшенное поле зрения и хорошую глубину резкости. Объектив крепится к бинокуляру с соединением типа ласточкин хвост и фиксируется стопорным винтом. Итоговое увеличение в базовой комплектации равно 10 крат. Вы можете доукомплектовать оптический прибор более мощным объективом и расширить его кратность. У нас под рукой оказался объектив с увеличением в 1 крат. Установив его мы получили 20 крат. Рабочее расстояние 250 мм. Если Вам наоборот нужно уменьшить кратность, тогда рекомендуем приобрести дополнительные окуляры, к примеру 10 кратные, применив которые Вы получите 5 кратное увеличение. Давайте подключим вместо одного из окуляров специальную трехмегапиксельную камеру и оценим качество изображения в микроскопе. В качестве объектов для наблюдений мы используем купюру, плату оперативной памяти, монеты, спички, клеммник, золотую медаль и шарики силикагеля. Наблюдали мы на трех увеличениях 5, 10 и 20 крат. На всем диапазоне кратности хорошая глубина резкости и корректная цветопередача. Голубоватый оттенок присутствующий на фото вносится оптическим блоком камеры. При наблюдениях глазом белый цвет остается белым. В незначительной степени присутствует хроматическая и сферическая аберрации. По 10-ти балльной шкале микроскоп Delta Optical Discovery L зарабатывает 8 баллов. Мы обнаружили два минуса у осветителя. Первый минус – конструкция осветителя не реализует бестеневую подсветку наблюдаемого образца. Это хорошо заметно на фотографиях спичек, которые Вы видели ранее. Минус номер два – у осветителя нет возможности регулировать яркость. Теперь о плюсах. Учитывая качество деталей и хорошую сборку, продуманную конструкцию, рабочее расстояние до объекта в 250 мм, первоклассные окуляры и объективы, вышеперечисленные недостатки нивелируются на фоне всех преимуществ оптического прибора. Специалисты компании Астроскоп смело рекомендуют микроскоп Delta Optical Discovery L. На сегодняшний день это лучшая цена-качество предложения на рынке Украины. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине!